Я рад, что вы все находитесь, как мне кажется, в трезвом уме после такой ошеломительной презентации Bittrex24. Меня зовут Александр Григорян, я один из руководителей цифрового агентства Улей. Мы сами внедряем Bittrex24, поэтому для меня все новости, они заставляют шевелиться волосы на моей голове. И нас сегодня ждет шесть интересных докладов, два перерыва. И я сейчас прошу вас поприветствовать нашего первого спикера в секции. Михаил Перегудов, руководитель и основатель сервиса доставки продуктов партии еды. Он расскажет нам о том, как привлечь клиентов и не потратить все деньги на маркетинге. Михаил, тебе слово. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Михаил, я основатель партии еды. Скажите, кто-нибудь из вас слышал уже об этой компании? Половина, может быть, зала. Давайте я тогда сначала пару слов буквально скажу, что такое партии еды, чтобы дальше вы лучше понимали то, о чем я буду рассказывать. Это такой сервис для приготовления ужинов. Мы доставляем раз в неделю вот такую коробку с продуктами и рецептами. И клиенты ее дома берут эти продукты. Там по пакетам понедельник, вторник, среда. И бумажные рецепты по нему готовят ужины. Ну или не только ужины, могут еще готовить завтраки, там еще что-то и так далее. Вот такой вот сервис. И сегодня я расскажу, собственно, о том, как мы… Я поделюсь с вами шестью способами, как удерживать клиентов с точки зрения маркетинга именно. Ну и с точки зрения продукта тоже. И вот эти шесть способов, которые сработали именно у нас. Да, у меня просто через раз работает эта штука, поэтому небольшие заминки. Шесть способов удержать клиента, которые сработали в партии еды. На самом деле для нас, для нашего бизнеса, я думаю, что для бизнеса большинства тех, кто сидит сегодня в зале, вот удержание клиентов – это наиболее важная штука. В принципе, бизнес состоит там из двух вещей. Это привлечь клиентов и удержать их. Привлекать клиентов – это штука очень важная, но довольно дорогая. И обычно, если у вас получается привлекать клиентов, но не получается их удерживать, то бизнес, в общем, не получается. То есть вы привлекаете, тратите деньги на рекламу, на что-то еще. Человек один раз попробовал и ушел. Это работает только для какой-то там одного процента бизнесов, типа свадебных салонов. Там, в принципе, удержание невысокое. Обычно люди покупают свадебное платье один, может быть, два раза в жизни. Для них это нормально. Но для большинства бизнесов очень важно, чтобы клиенты, купив один раз, потом покупали второй, третий, четвертый и в идеале до бесконечности раз. А для нашего бизнеса это не то, чтобы как бы важно, это является единственным способом вообще выживания. Потому что, например, в партии еды, если вы сейчас зайдете и сделаете заказ, то для нас это будет убыточный заказ. То есть мы там на привлечение клиентов тратим больше, чем зарабатываем с первого заказа. И начинаем зарабатывать только с второго, третьего, четвертого заказа. Из разных каналов по-разному. Поэтому если в нашем случае клиент просто один раз купив больше не вернется, для нас это будет не то, что мы там типа в ноль сработаем, это просто будет убыток прямой. И, естественно, бизнес такой жить не может. Поэтому в нашем случае удержание клиентов это вообще абсолютно критичная для жизни вещь. И мы много над этим всегда работаем. Мы работали с первого дня. Сейчас вот я с вами поделюсь шестью способами. На самом деле гораздо больше. Ну, я выделил просто шесть, которые успею рассказать, которые мы использовали, начиная с первого дня нашего бизнеса. Всего сейчас компании три с половиной года. Мы быстро растем где-то в три-четыре раза каждый год. Сейчас мы доставляем 120 тысяч ужинов в месяц. То есть довольно более-менее много в Москве и в Питере. Большая часть в Москве. Хотя сами находимся в Питере. И, в общем, я расскажу, ну, естественно, там с ростом компании разные способы, они менялись. Но я расскажу вот прямо так вот эволюционно, что мы делали там на первой неделе, когда запустились, и что делаем там сейчас, спустя три с половиной года, например. Но сначала о проблеме привлечения. То есть почему мы так сильно озабочены удержанием клиентов. Я уже сказал, что привлекать клиентов это реально сложно и дорого. Особенно в случае партии еды. Это такой фудтех-стартап так называемый. И здесь очень много проблем. Первое там о нас никто не знает. Второе нам не доверяют. То есть люди, когда мы начинали там три с половиной года назад, мы были одним из первых таких сервисов. И даже сейчас я уверен, что большая часть людей в этом зале, хотя здесь сидит продвинутая аудитория в целом, не слышала о таких сервисах. Вот эти доставки продуктов с рецептами по подписке. А три с половиной года назад о них не слышал вообще никто. Поэтому прежде чем продать этот продукт, нам приходилось долго объяснять, что это, как это работает, снимать какие-то возражения, недоверие и так далее. Вот второе как раз нам не доверяют. То есть люди, наверняка там тоже у многих в зале родились какие-то сомнения. Так, а что это за продукты, а где их собирают, а какого они качества, какого размера порции, наверняка там не соответствует что-то нормам и так далее. То есть у людей нет привычки покупать продукты питания в интернете. И в общем вот эти все три пункта, они очень делают сложным для нас привлечение клиента и дорогим. И как я сказал, что настолько дорогим, что даже первый заказ мы получаем с него убыток. Вот настолько сложно нам привлекать клиентов. Ну может быть сейчас это уже несколько проще, потому что привычка такая появляется, заказывать продукты в интернете, как это было там с другими рынками несколько лет назад. Но все равно. В связи с этим мы, как я сказал, уже очень сильно озабочены удержанием. И так что перейду теперь к основной теме. Вот эти шесть пунктов, что мы сделали. И что может сработать и у вас так же, как сработало у нас. Первое, что критически важно для измерения удержания. Ну во-первых, что такое удержание? Это количество повторных заказов. Такая метрика, retention, удержание. Иногда непонятно, что это значит. Очень просто. Количество повторных заказов. То есть сколько клиент в среднем делает там заказов у вас за всю жизнь свою. Так вот, чтобы это измерять, сначала нужно, чтобы этим управлять, сначала нужно это измерять. Поэтому первое, что мы сделали, буквально там еще до первой недели даже продаж, я помню, мы выбрали CRM-систему и наладили базовую аналитику. Про это у меня есть вообще отдельный доклад там на час, но сейчас тема немножко другая, поэтому очень коротко. Кто-нибудь из вас знаком с таким понятием, как когортный анализ? Когортный отчет и когортный анализ? Почти никто, но некоторые люди, вижу, что знакомы. Очень полезная штука, сейчас приведу на примере. Смотрите, когда мы запускались, это было, мы первые 20 коробок, вот эта цифра, это первые 20 коробок партии еды, которые мы доставили 17 августа 2014 года. Это было воскресенье. И, значит, смотрите, мы доставили 20 коробок, мы их продали, развезли, доставили. Следующая доставка у нас в следующее воскресенье. И на следующее воскресенье нам удалось продать как бы еще 20 новых коробок. Ну, как бы, в общем, прикольно, но никакого роста нет. Но что мы сделали, мы еще по вот этим первым 20, я лично, помню, каждому из них позвонил по телефону и спросил, как вам, понравилось, не понравилось, может быть, закажете еще. И выяснилось, что из них после звонка заказало еще 12 человек. То есть нам на следующей неделе, неделю спустя, удалось привлечь всего лишь столько же клиентов, 20. Но общая сумма заказов составила 32. 20 плюс вот эти 12. Итого мы выросли за неделю больше, чем на 50%. На следующей неделе мы привлекли, мы так уже начали, это реальная абсолютно цифра, кстати, мы уже начали так развиваться, понимать, что к чему, значит, и привлекли целых 27 новых клиентов. Но, естественно, мы, я и у меня еще появился менеджер тогда, помню, один. Мы обзвонили вот тех 20 и вот этих 20 опять. И получили вот такие цифры. Из первой, вот каждая строка, это когорта, так называемая. То есть когорта тех, кто заказал на этой неделе, на этой, на этой. И дальше мы видим, что вот первая когорта, видите, на вторую неделю заказал 12 человек, на третью 11. То есть она так потихонечку убывает. И, в принципе, дальше все это повторялось. Мы видим, что мы выросли еще, да. 47 стало у нас заказов на третью неделю. То есть мы выросли в два с половиной раза за три недели. Ну, круто. Это все, кстати, случилось за счет повторных клиентов, а не за счет новых, видите. И дальше мы так начали считать, считать, считать. И, в общем, довольно быстро поняли, что успех нашего бизнеса и скорость нашего роста зависит, в общем-то, не от того, сколько новых мы привлекаем, но потому что там довольно быстро упираешься в потолок, и, повторюсь, это очень просто дорого. А от того, сколько нам удается удержать вот в этих когортах. Каждая строка, повторю, это когорта. И вот вы видите, это, опять же, вот не считая последней строки, это реальные цифры. Не считая последнего столбца, точнее. И вот мы видим, что чем быстрее умирает каждая когорта, тем сложнее нам расти. Например, вот этот отчет, вот этот анализ очень четко дает нам понять, почему вдруг на седьмой неделе у нас прекратился рост. Смотрите, какая интересная ситуация. На седьмой неделе мы были максимально успешны. Мы привлекли 38 новых клиентов. Никогда у нас за все семь недель нашей истории такого не происходило. При этом общее количество клиентов, вот вам, наверное, видно, я надеюсь, было 108 и осталось 108. Это просто взрыв мозга. Типа, блин, мы привлекли кучу новых клиентов, а как бы выручка не выросла и количество заказов. И ты начинаешь думать, блин, а почему, что происходит? Если у тебя нет этого отчета, ты немножко слеповат в этом плане. Зато если он есть, ты сразу понимаешь, да, мы привлекли новых 38 клиентов, но здесь вот с 35 на следующей неделе заказал только 17. Здесь вообще он из 21 до 11 упал и так далее. То есть проблема вот здесь. И по каждой из этих когорт можно принимать какое-то решение. То есть ты видишь, вот эта когорта лучше сохраняется, то есть медленнее умирает. Это быстрее, это вообще там умерла практически сразу. Значит, там был какой-то брак или проблема с качеством или еще что-то. И, соответственно, вот этот отчет, вот сейчас у нас в компании 3,5 года, и вот точно в таком же виде он у нас есть в нашей CRM-системе, только он бесконечно, бесконечно уходит туда влево, прям понедельно, вот вплоть до сегодняшней недели. И мы, соответственно, можем, ну там группировать не обязательно понедельно, можно по месяцам, по кварталам и так далее. И мы, соответственно, можем делать, мы видим наш бизнес, и мы понимаем, что окей, чтобы там дальше расти, мы можем либо привлекать еще больше, не 38, а там 108 клиентов, тогда мы продолжим расти, либо лучше удерживать клиентов. На самом деле надо делать и то, и то, но удержание клиентов, естественно, гораздо более важная вещь, потому что это бесплатно. На самом деле, вот когда вот здесь на второй неделе мы привлекли 20 клиентов, мы потратили на них какие-то деньги. на рекламу, а вот те 12 достались нам бесплатно. Я просто сел и сделал несколько звонков, 20 звонков. Ну, как бы условно бесплатно, там зарплата менеджер контакт-центра. То есть это практически бесплатно по сравнению с этими 20 клиентами. И, соответственно, ну вот эти клиенты, большая часть, видите, из 108 клиентов на последней неделе только за 38 мы заплатили, а все остальные пришли к нам бесплатно. Поэтому нам, конечно, гораздо важнее, гораздо-гораздо важнее заниматься удержанием клиентов, чтобы они просто делали повторные заказы. Вот мы это благодаря вот этой аналитике, ну и просто здравой логике мы это поняли и дальше начали думать, как, то есть теперь, когда у нас есть картина, у нас есть цифры, без этого дальше двигаться сложно, потому что ты в темноте как бы это делаешь иначе. Здесь мы все осветили светом аналитики, значит, наш бизнес и начали дальше думать, как удерживать клиентов. И вот я расскажу еще несколько примеров, которые у нас сработали. Ну, про первые я уже рассказал. Это самое простое, но почему-то многие этим способом не пользуются. Мы напоминали о себе. Как я уже сказал, первые 20 клиентов заказали у нас, и я лично позвонил каждому из них и спросил. Я просто, я даже не продавал по телефону особо, потому что я не умею продавать, не умел в принципе продавать, не знаю навыки телефонных продаж там и так далее. Просто спросил, расскажите, ваш опыт понравилось, не понравилось, а вот что-то еще. Они рассказывают, кому-то понравилось, кому-то в основном всем понравилось, но были какие-то минусы, у кого-то там что-то было, какие-то проблемы. Потом я рассказал, что на следующей неделе у нас новое меню, вот может быть закажете. И 12 человек из 20 сказали да. Но если бы я им не позвонил, ну я не знаю точно, но я думаю, что заказала бы из них там человека 3-4 без моего напоминания. То есть на ту вторую неделю случилось для меня огромное прозрение. Я его выразил в таких цифрах, я в принципе это придумал, но я думаю, что это есть и в книгах, потому что очень такая очевидная формула. Правило 20-60-20. 20% ваших клиентов сделают повторный заказ и без вас. То есть им не надо ничего напоминать, им так понравилось, что они точно закажут еще. Еще 20% они точно не сделают заказ. Им либо не понравилось, там вы можете накосячили, или просто им не подходит, или дорого, или еще что-то. Они точно не сделают заказ, можете хоть обзвониться им, хоть скидок давать, что угодно, не получится. А оставшиеся 60% они либо сделают у вас заказ, либо не сделают. То есть это зависит от вас на самом деле. И для меня это было просто открытием, откровением. Оказывается, если просто спросить людей или попросить о чем-то, то они в принципе это делают. И когда я это понял, что вот эти вот звонки работают, мы сразу начали нанимать там людей, менеджеров, которые просто это делали. Мы распределяли клиент каждый к определенному менеджеру, там крепится в CRM-системе. Эти менеджеры вообще еще выстраивают взаимоотношения с клиентами, то есть как-то узнают о них побольше, заносят информацию в CRM и так далее. И просто напоминают о том, что закажите, пожалуйста. У нас тогда не было подписки, вот это автоматические списания средств и так далее. То есть просто мы звонили и увеличивали там примерно на 60% выручку от повторных продаж. К сожалению, многие этого не делают и недооценивают вот этот эффект. Ну, то есть звонки. Ну, также позже мы стали применять, там через месяц у нас дошли руки до e-mail маркетинга, SMS маркетинга, мы начали применять e-mail триггеры, SMS триггеры, рассылки всякие и так далее. И еще позже там, когда эра мессенджеров началась, мы уже начали применять Telegram, Viber и Facebook мессенджер. И сейчас ВКонтакте, да, вот эти, по-моему, сейчас Viber мы уже не используем, три мессенджера. Вот, соответственно, с нами теперь можно там связаться, и менеджеры тоже могут написать клиентам и напомнить. Это очень круто работает, причем за последние три года случился слом. Наверное, вы все знаете, что телефонные звонки сейчас все меньше и меньше работают. Я думаю, вас самих очень сильно раздражает, когда вам кто-то звонит, особенно с номера типа 8800 или что-то такое. Я, например, если честно, не беру трубки с номера 8800 почти никогда. Ну и вообще я не очень люблю, когда мне звонят. И у тех, кто там, не знаю, в районе 30 лет, и особенно моложе, тем, кто 20, они просто никогда с незнакомых номеров, я знаю, не берут трубки. Вот, то есть это как бы сложновато. Люди не очень любят, когда им звонят. А то они обожают сейчас, когда им пишут. Если мне напишут сервис там уборки, которым я пользуюсь, домашние уборки, типа в Telegram что-то, то я с удовольствием пообщаюсь, стикер там отправлю, скажу спасибо, вы классные и так далее. Или мой банк. Да, вот сейчас банки тоже этим занимаются. То есть это очень мощный тренд. И в целом сила звонков как бы уменьшается, сила мессенджеров растет. Я думаю, вы знаете этот тренд. Итак, первое, мы сделали аналитику. Второе правило, второй, точнее, способ увеличить повторные продажи, мы напоминали о себе. Не нужно недооценивать силу этого способа, хотя он очень простой. Третье, мы постарались создать привычку. На самом деле я понимал, что людям очень многим нравится партия еды, но они просто привыкли покупать продукты по-другому. Например, либо спуститься в магазин у дома, там есть два способа покупать продукты. Либо в магазине у дома, типа перекрестки там, например, либо в гипермаркете раз в неделю. В магазине у дома по потребности, типа вышел там вечером, докупил, а в гипермаркете раз в неделю или раз в две недели. В Ашане, например. И у людей такая привычка. То есть мы все так жили и живем всю нашу жизнь. И тут какие-то появились интернет-сервисы, и привычку очень сложно сломить. Поэтому многие люди пробовали, говорили, все супер, круто, и больше не заказывали. И мы поняли, что нужно просто создать привычку. В какой-то книжке я прочитал, что привычка формируется за 7 недель. По-моему, я пытался там накачать пресс или что-то такое. Безнадежная была у меня идея. И что там 7 недель надо что-то делать, и тогда у тебя всю жизнь будешь потом пресс качать. Ну, конечно, в данном случае полный бред, но в принципе мне эта цифра как-то запомнилась. И мы начали об этом думать, как заставить людей хотя бы 7 недель позаказывать партию еды. Придумали такую акцию. Ну, максимально банально, но тем не менее, круто тогда сработало. Третья и седьмая коробка в подарок. Так, повторюсь, у нас как бы очень многие люди, мы им звонили, вот напоминать, типа заказать на второй раз, они говорили, все круто, но заказывать пока не буду. А представьте, теперь мы им звоним, говорим, слушайте, вот вам все понравилось? Да, понравилось. Смотрите, вы сейчас можете получить две коробки по цене одной. То есть заказать вторую и третью мы вам привезем в подарок. Это реально гораздо дешевле, чем вы просто пойдете и купите эти продукты в магазине. То есть, ну, как бы это просто там два раза дешевле почти полтора. Ну, сложно от этого отказаться. Люди в общем соглашались. А дальше, когда они получили третью коробку бесплатно, в принципе, ну, до седьмой коробки тоже, ну, как бы там чуть-чуть на самом деле, да? Всего три коробки еще заказал, а потом седьмая бесплатно. И вот эта акция очень прикольно работала. Наверное, год у нас работала, если не больше, первый. И действительно, у многих людей вырабатывались привычки. Благодаря вот тому когортному отчету, который я показывал в первом пункте, мы очень четко отсекали, действительно, привычка вырабатывается. Например, мы могли бы узнать, что после седьмой недели идет резкий обвал в когортах. То есть там 20, 19, 18, 18, 18, и на седьмой неделе пять заказов. Это было, значило бы, что эти люди все там, как бы, типа халявщики, как бы, и, в общем, акция закончилась, они перестали заказывать. То есть наш продукт для них ценен только этой акцией. Это плохо. Вот. Но там такого не было. Благодаря вот той аналитике мы увидели, что нет, действительно у людей, ну, какая-то часть людей отваливалась. То есть там был такой небольшой, как бы, типа, такая горка, да, в этой когорте, в графике. Но в целом все равно очень многие люди оставались и дальше уже заказывали там без всяких акций, по полной цене и так далее. Вот. Поэтому очень долго мы пользовались такой штукой. Поэтому если вам нужно создать привычку и вы готовы на это потратить денег, ну, то есть здесь мы дарим две коробки. Это там по себестоимости можно посчитать, сколько это рублей. И понять, мы готовы на создание привычки у клиента, у одного клиента потратить столько-то рублей. Если это нашу экономику подходит, то окей, давайте это делать. Это работает. Что еще мы делали для создания привычки? Например, во второй заказ мы вкладывали, и сейчас продолжаем вкладывать, вот такую папку с рецептом. Вот так выглядит наш рецепт. Ну, там ты по нему готовишь. Там наверху две таких дырки, как дыроколом сделаны. И мы дарим вот такую книгу рецептов во второй заказ. Это ты можешь туда складывать свои рецепты, и у тебя постепенно образуется книга. Ты можешь там повторно потом готовить сам и так далее. Каждую неделю у нас новое меню, поэтому эти рецепты ты вот так вот копишь. Это очень круто. Во вторую коробку тебе раз такую привозят красивую, классную, в общем, довольно дорогую папку. И тебе уже хочется ее наполнять. То есть это прикольный подарок. Ну, как бы, ну, давай еще закажем. Значит, прикольно. У нас появится, потом сами будем готовить по этим рецептам. Вот такой еще прием. Что-то еще мы делали вот на этой картинке. Но, честно говоря, я уже забыл, что здесь имелось в виду. В общем, какие-то вот разные такие способы. Следующая идея, которая к нам пришла, тоже по поводу удержания, да, как еще сделать так, чтобы люди больше заказывали. Мы открыли клуб. Значит, как работал этот клуб. Там была такая интересная механика. Ее очень просто было реализовать. То есть технически у нас тогда не было даже ни программистов, там особо ничего. Мы таким были совсем стартапом. Поэтому для нас было важно быстро и просто реализовать. Там была, значит, там были вот такие условия. Ты можешь купить сертификат на год за 6 тысяч рублей и вступить в клуб постоянных клиентов партии еды. Эти 6 тысяч, это сертификат, в течение года дает тебе скидку на любой заказ в течение года 500 рублей. Тут не написано, но 500 рублей на любой заказ в течение года. В течение года может быть максимум 52 заказа, потому что в году 52 недели, а у нас доставка раз в неделю. Таким образом ты можешь, если весь год заказывать, не пропуская ни одной недели, сэкономить 20 тысяч рублей за год. Но, конечно, таких людей там минимум. Все равно люди там едут в отпуск, просто там отваливаются, переезжают, не знаю, что угодно у них происходит. Понимаешь, там гораздо меньше получается. То есть ты как бы платишь нам 6 рублей сразу, мы получаем эти деньги сразу, нам это выгодно на самом деле. Мы даем тебе скидку, если ты пользуешься, то есть там на 12 заказе ты уже как бы отбиваешь эти 6 тысяч рублей по 500 рублей из-за заказа. Вот такая выгодная штука, но выгодная именно для тех, кто заказывает постоянно. А нам, в принципе, выгодно, чтобы человек заказал 12 раз. А на самом деле даже больше он захочет заказать, чтобы получить какую-то выгоду. И таким образом, вот получая такой сертификат, там на самом деле эти люди получали еще разные другие плюшки прикольные. Например, мы приглашали людей на дегустацию, на экскурсии на наше производство. Первыми присылали им наши новые рецепты, меню там и так далее. Делали для них какие-то специальные мероприятия, подарки и так далее. То есть это такой реально был клуб самый настоящий. И это тоже очень хорошо работало. И мы пользовались вот этой штукой вплоть до внедрения подписки, про которую я сейчас тоже расскажу. Потому что потом, в принципе, необходимость в этом уже отпала. Но, в общем, я советую. Очень прикольно, да? Человек платит, значит, это его осознанный выбор. Он реально заплатил немаленькие деньги, 6 тысяч. Значит, он будет у вас заказывать еще. Практически точно. Но если вы совсем сильно его не обидите, там, как-то, что он от вас прям расстроится, уйдет. Вот. Такая штука. Следующее, что мы делали и продолжаем делать для удержания клиентов, это извинялись за ошибки. У нас, как у любой другой компании, существуют ошибки. Мы ошибаемся. Например, там, какие могут быть примеры ошибок. Курьер опоздал. Или, например, мы забыли что-то положить. Например, дольку чеснока забыли положить. Или в рецепте какая-нибудь ошибка. Или там еще что-то такое. Вот. Соответственно, мы, опять же, мы всегда помним, да, если клиент недоволен, нам выгоднее на самом деле ему что-то дать, подарить, извиниться. Ну, потерять, может быть, что-то в моменте в деньгах. Но если клиент в итоге останется доволен и продолжит у нас покупать, то в дальнейшем все это, наверное, окупится. Поэтому мы, в общем, стараемся не скупиться на извинения. У нас разработана там целая система. Если человек жалуется на что-то, то он либо получает там какой-то бонус на следующий заказ, либо в подарок от нас там суп, десерт или целую коробку с едой даже бесплатно может получить или коробку с вином. Мы сейчас начали еще вино продавать. Вот. И так далее. Далее. Здесь очень важна еще эмоциональная составляющая. То есть если вы просто постоянно будете там что-то какие-то бонусы на счет начислять, человеку это быстро никаких эмоций, ну, перестанет примносить. Он будет к этому, в принципе, относиться как к чему-то само собой разумеющемуся, и все равно негатив будет сохраняться. Поэтому мы, что мы делаем? Во-первых, у нас честные отзывы в соцсетях. На самом деле мы не удалили никогда ни одного отзыва из наших групп там ВКонтакте или в Инстаграме. Если туда зайти, там все время у меня падает настроение, потому что обычно довольные клиенты, они ничего не пишут, а клиент, который недовольный, сразу пишет. Но мы никогда ничего не удаляем и стараемся им там отвечать. Наши менеджеры отвечают в течение двух часов. Значит, у нас есть программа подарков и бонусов. У нас есть поздравления с личными праздниками. Ну, это все понятно, день рождения или что-то еще. У нас есть милые открытки. Ну, вот там с эмоциональной точки зрения, например, вот эта штука классно сработала. Мы как-то, что мы сделали? Мы как-то всей компанией там, ну, не всей, там человек 10, пошли в студию рисования на выходных, и каждый нарисовал там картинку. Там у нас был такой, как тренер, учитель. Вот, и мы нарисовали картинку. Вот это нарисовал наш технолог, старший технолог такого кота. И мы эти открытки, мы их реально рисовали акварелью, потом мы их отсканировали и сделали прямо такой тиражи с открытками. Разные там, извините нас, там несколько разных открыток с днем рождения, там с праздником, там еще что-то такое. Для вашей второй планеты, короче, разные тематики были. Мы вот такие штуки нарисовали, теперь вот их укладываем. И обычно эти открытки, на самом деле, они когда еще, именно как открытки, они подписаны, что там автор рисунка, старший технолог Денис Гладков. А на обратной стороне менеджер прямо руками пишет текст, там, например, поздравление или извинение. И это очень прикольно работает. На самом деле гораздо круче, чем там типа 500 рублей на ваш счет, там начислим или что-то такое. Потому что это, ну, в общем, ну, в общем, это эмоционально, это честно. Да, как бы мы реально пошли, запарились, вот в выходной день все рисовали. Это, кстати, был прикольный такой тимбилдинг. Я вообще первый раз в жизни рисовал и очень горжусь, там у меня медведь такой нарисован. Вот. Вот такая штука. То есть вот такие эмоциональные вещи очень прикольно работают. И, по-моему, последний шестой способ, о котором я хотел рассказать, мы ввели подписку. Это случилось год назад. Ну, в общем, это штука, которая, в принципе, изменила наш бизнес, потому что, ну, вот, как бы до этого пять способов я рассказал. Они все очень хорошо работали, но ни один из них не сравнится вот с этим. Это для меня тоже было… Ну, для меня это не было неожиданностью, но для всей нашей команды это была неожиданность. Когда я полтора года назад сказал нашей команде, говорю, ребят, я думаю, что люди у нас заказывают почти каждую неделю, многие, давайте введем подписку. Пускай у них деньги автоматически списываются с карты в понедельник, а в воскресенье им приезжает коробка. И им не нужно там, чтобы им кто-то звонил, писал, там каждый раз принимать решение. Пускай это просто будет автоматически. Они привязывают свою карту и вот так происходит. Ну, когда я это сказал, все покрутили пальцами узком, говорят, ты что, идиот, кто в России будет реально привязывать свою карту, чтобы деньги списывались автоматически, ну, это просто бред. Вот, тем не менее мы это сделали. И результаты, в общем, были потрясающие. И они продолжают. Ну, сейчас, вот как бы последний год был самый успешный в нашем бизнесе. Не только с точки зрения выручки, это и так понятно, но с точки зрения скорости роста. То есть мы так быстро еще никогда не росли там на 400%. Декабрь к декабрю, например, у нас было. Ой, на 300%, в 4 раза на 300%. Вот, это в том числе благодаря подписке. То есть теперь, когда клиент оформляет заказ на сайте партии еды, он может выбрать либо сделать разовый заказ, как обычно, либо со скидкой 10%, но по подписке. Что значит по подписке? Это значит, что в твоем личном кабинете потом заказы будут формироваться на месяц вперед. 4 заказа. То есть у тебя всегда будут заказы на месяц вперед. И, в принципе, если ты ничего не будешь делать, у тебя каждый понедельник будут списываться деньги с карты, и в воскресенье будет приезжать коробка. Но ты, на самом деле, прелесть этой подписки, я думаю, успех в том, что она ни к чему не обязывает. То есть ты можешь зайти в личный кабинет, через мобильное приложение или через сайт, и отменять сколько угодно недель. Ты можешь в любой момент просто отменить вообще эту подписку навсегда. Можешь просто пропускать недели. Типа я уезжаю там в отпуск, в ближайшие 3 недели я отменяю. Можешь менять там меню, можешь что-то добавлять, убирать. То есть это абсолютно гибко и, в общем, ни к чему не обязывает. То есть на самом деле мне говорят, ну, смотри, если мы дадим скидку 10%, то люди будут оформлять подписку и со следующего раза просто тут же ее отменять и получать свои 10% скидки. Я говорю, ну да, да, будут такие люди. Наверное, будет несколько таких людей там каждую неделю. Но большинство людей будут пользоваться этим честно. И это реально работает. Я не знаю, почему, наверное, так человеческий мозг устроен, но вот когорты подписочные, вот те, кто подписался, они у нас в 2-2,5 раза выше, чем когорты обычных людей. То есть, повторю, подписка ни к чему не обязывает. Ты можешь просто тут же ее отменить или пропускать сколько угодно в неделю. Но люди этого не делают. Они заказывают. Не знаю, почему-то вот так вот это работает. Я сам пользуюсь нашей подпиской. Это реально удобно. Плюс это реально круто. Мы даем скидку 10%, но мы эти деньги экономим. Например, подписчикам мы не звоним. Вот каждый раз, типа, вот вы знаете, вы оформили заказ, адрес такой-то. Просто деньги списались, пришла смска. Потом в субботу пришла смска, кто твой курьер, во сколько он приедет. Все, ты получил свою коробку. Мы вообще не общаемся с клиентом. И оказалось, что клиенту это только в плюс. Мы раньше думали, надо обязательно всем позвонить, там что-то рассказать. На самом деле люди не любят, когда им звонят. Зачем? Вот. Просто получаешь свою еду, и никто тебя не мучает. Вот. Это так работает. Поэтому, если каким-то образом в вашем бизнесе может работать подписка, ну, подумайте об этом. Просто в нашем случае это было довольно очевидно, потому что еда, она кончается за неделю. То есть надо новую покупать. Это продукт повседневного спроса, как там, ну, знаете, по подписке сейчас еще продают, там, корм для животных, там, носки, там, нижнее белье даже. То, что с каким-то, то, что либо кончается, либо портится довольно быстро. Например, мужские носки, они теряются, да, просто довольно быстро. Поэтому есть сервис с носками по подписке. Вот. С едой это очевидно. И это действительно работает. Значит, почему у нас это сработало? Ну, несколько причин. Мы, во-первых, ее сделали максимально гибкой. По-вторых, она ни к чему не обязывает. И имеет только, по сути, некое… У человека, если есть какое-то обязательство, то чисто психологическое. Вот. Мы подробно объясняли, как она работает. То есть при заказе там прямо написано, что вы можете всегда отменить. Это ни к чему не обязывает. Вы можете заменять блюдо, пропускать недели и так далее. Мы дали скидку 10%. И, повторюсь, для нас это тоже выгодно, потому что мы экономим там на контакт-центре и так далее. И мы дали дополнительные какие-то возможности. У подписчиков там есть больше возможностей. Например, они другие дни доставки могут выбирать, еще что-то и так далее. И мы планируем это еще, там давать другие новые возможности. Почему нам это выгодно? Мы автоматизировали коммуникацию, как я сказал. То есть мы просто… у нас реально тысячи клиентов заказывают каждую неделю. Мы доставляем, вот сколько получается, 40 тысяч ужинов. У нас в контакт-центре работают всего там меньше 15, наверное, человек. Человек 13-14. Если бы мы каждому из них реально звонили, ну было бы там 50 человек. А так, вот они только если какие-то проблемы подключаются. Мы автоматизировали коммуникацию. И клиенты, оказалось, что клиенты только рады этому. Мы сделали реально удобный сервис управления подпиской. Тоже важно, там мобильное приложение, личный кабинет, где ты можешь все это управлять этим вот как такой у тебя дашборд. И еще мы эту подписку продвигали постепенно. То есть сначала там можно было как-то ее выбрать незаметно на сайте. Потом мы сделали это более заметно. Потом мы сделали выбор подписки по умолчанию. То есть по умолчанию у тебя стоит подписка при заказе, но ты можешь выбрать разовый заказ. То есть потом там поменяли немножко дизайн, еще больше стало у людей заказывать подписку. Оказалось, что опять же с точки зрения там текстов и дизайнов, даже на сайте можно сильно менять поведение, в общем, людей. Ну если они, в принципе, готовы к такой услуге. Оказалось, что они готовы. Вот. Вот такие вот шесть способов. Я повторюсь, я их рассказал вам именно в том порядке, в котором мы их внедряли у себя в партии еды. Какие-то вещи, например, такие сложные, как подписка. Это там у нас сейчас работает 10 программистов, которые всем этим занимаются. Мы не могли внедрить на старте, потому что у нас было ноль программистов. Вот. Поэтому мы там сделали клубный сертификат, да, например. Потом подписку. Вот. По мере роста бизнеса появляются какие-то новые инструменты, а старые, наоборот, перестают работать. Например, сейчас звонить вот тем клиентам каждому я не могу. И даже мои менеджеры не могут. Поэтому там какие-то другие инструменты работают. По мере роста бизнеса эти инструменты менялись. Но я надеюсь, что что-то из того, что я вам рассказал, может быть, в вашем бизнесе будет применимо. Или вы какие-то идеи для себя почерпнули. Напоследок, закончу вот такой цитатой. Хотя те вещи, которые я вам рассказал, это все маркетинговые инструменты. То есть все это, конечно, важно и нужно, и сильно влияет на бизнес. Но важно всегда помнить, что если вы делаете плохой продукт, или, тут, кстати, как-то неправильно сверстали, тут по справедливой цене слово цена пропало. Но если вы делаете либо плохой продукт, либо он стоит слишком дорого, то, в принципе, вот эти шесть способов и никакой другой еще маркетинговый способ не помогут. Вам, чтобы это все работало и имело смысл о том, о чем я сейчас рассказывал, вам нужно продавать людям нужный им продукт по сходной цене. Или по справедливой цене, как здесь написано. Вообще у Форда было по сходной цене. Но это сказал Генри Форд. Мне очень нравится эта цитата. Поэтому это такой фундамент. Если это работает, то дальше все, что я вам рассказал, имеет смысл. И повторюсь, я буду рад, если какие-то из этих идей вы сможете у себя применить. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Михаил, у нас только один тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот очень интересные идеи и решения, которые действительно эффективные. А где ты их черпаешь? Откуда ты их берешь? Ну, во-первых, не только я. У нас целая команда. А во-вторых, мне кажется, вот когда ты понимаешь, что нужно сделать, то потом решения сами приходят. Вот когда ты понимаешь, что тебе нужно просто… Вот первый пункт был очень важен, аналитика. Когда ты понимаешь, что тебе нужно просто больше повторных заказов вот в этой вещи. И ты собираешься с людьми и просто говоришь, ребят, любые идеи, как сделать больше повторных заказов, принимаются. Давайте делать их просто постепенно по очереди. Выставляем просто список идей, даже самых сумасшедших. И просто типа вот этих открыток, да. И просто реализуем, реализуем, реализуем. То есть главное, когда есть цель такая, которая легко измерить с помощью аналитики, то идеи сами приходят в голову. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ